Смотрите в этом выпуске. Университет отметил свой 122 день рождения. ТПУ улучшил свои позиции в двух рейтингах Times Higher Education. Российская венчурная компания и ТПУ разработают новые программы по технологическому предпринимательству. 11 мая Томский Политех отпраздновал свой 122 день рождения. За эти долгие годы на счету университета огромное число ярких научных открытий и десятки тысяч талантливых выпускников. День рождения университета объединил студентов, преподавателей, сотрудников и выпускников, приехавших на празднование из разных уголков страны. Политехники бережно хранят традиции, поэтому праздничные мероприятия начались с традиционного возложения цветов. Красные гвоздики в этот день украсили мемориальные доски на корпусах ТПУ как символ памяти и благодарности выдающимся ректорам, ученым и преподавателям. 11 мая было объявлено днем свободным от учебных занятий, поэтому у всех политехников была возможность принять участие в спортивной программе дня рождения, в соревнованиях по плаванию, легкой атлетике и стритболу. Кроме того, в честь праздника студенты и аспиранты получили в мае стипендии в двойном размере. Большая программа была приготовлена для выпускников ТПУ. В этот день рождения в ТПУ прошел седьмой съезд ассоциации выпускников, на котором выбрали нового президента ассоциации. Им стал профессор вуза Егор Язиков. Вечером для политехников прошел спектакль «Новые приключения Алисы или время важных решений», ставший в этом году призером Томской студенческой весны. В день рождения ТПУ не остался без подарков. Об одном из самых значимых стало известно накануне, 10 мая. Таким подарком стали результаты рейтинга университетов стран с активно развивающейся экономикой от британского агентства Times High Education. Университет занял в рейтинге 21 место и по сравнению с результатами 2017 года улучшил свои позиции больше, чем в два раза, продвинувшись с 56-й строчки. Среди российских вузов это четвертый результат. Таким образом, ТПУ сохранил позицию улучшивания столичного вуза страны. Кроме того, в мае издательство ТИЧИ опубликовало список 200 университетов мира с самой большой долей иностранных студентов. В этот перечень вошли лишь пять российских вузов. Томский политех занял в нем третье место, пропустив вперед только РУДН и МИСИС. По сравнению с прошлым годом ТПУ совершил значительный рывок и в этом рейтинге, поднявшись сразу на 28 позиций, со 194 на 166 место. Сегодня Томск является привлекательным городом для иностранных студентов. Это доказывает результат рейтинга агентства КЮС, в который вошли 100 лучших студенческих городов мира. Томск занял в нем 74-ю позицию, став вторым среди российских городов. Значительный вклад в продвижение Томска в рейтинге внес и Томский политех. Ведь одним из основных условий участия города в отборе было наличие не менее двух университетов, входящих в рейтинг лучших университетов мира, поверьте, этого агентства. Еще одним подарком ко дню рождения ТПУ стало открытие в ВУЗе единственного в России центра компетенции холдинга «ЛАП». Это международный производитель инновационных кабельных систем. Центр оснащен самым современным сертифицированным оборудованием. Оно позволит политехникам исследовать электрофизические и механические свойства изоляции, оболочки и токопроводящих жил кабелей и проводов, а также создавать новые материалы. Университет и компанию связывают долгосрочные отношения. Первое соглашение о сотрудничестве было подписано в 2005 году, и чуть позже в ВУЗе появился учебно-квалификационный центр компании. Его основное назначение – обучение студентов и повышение квалификации специалистов предприятия. Новый центр компетенции направлен уже на совместные исследовательские работы. Десятилетие встало все в материалы, проводящие все известные какие, никаких новых, не изобретено, в том числе изоляции, оболочки. А потребность передачи энергии и информации возрастает. Соответственно, кто-то должен произвести и изобрести какой-то материал, который произведет в курор, я бы так сказал, на рынке. Может быть, это будет наш совместный тренаж. Политехники приняли участие в инаугурации президента России Владимира Путина. Торжественная церемония вступления в должность президента состояла 7 мая, традиционно в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Частью этого масштабного события стали политехники, ректор университета Петр Чубик, эксперт Центра социальной работы ТПУ зампредседателя правкома студентов и аспирантов Павел Рвалов и ассистент отделения электроэнергетики и электротехники ТПУ, руководитель регионального штаба студенческих отрядов Игорь Разживин. На церемонию были приглашены доверенные лица президента и представители различных движений и организаций, которые помогали главе государства в его работе и во время выборной кампании. С 24 по 26 мая в Санкт-Петербурге прошло одно из крупнейших деловых мероприятий не только России, но и мира – Петербургский международный экономический форум. В главном мероприятии форума, пленарном заседании, приняли участие лидеры государств, в частности Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и другие высокопоставленные представители бизнеса и власти. По приглашению советника президента России Антона Кобякова в заседании принял участие и ректор Томского политеха. Петр Чубик представил ведущий инженерный вуз России не только на пленарном заседании, но и на панельных сессиях, посвященных теме глобальной экономики в эпоху изменений и человеческому капиталу в цифровой экономике. На форуме состоялось значимое для ТПУ событие. Университеты «Российская венчурная компания» подписали соглашение о реализации дорожной карты. Она посвящена организации новых образовательных программ в области технологического предпринимательства. Первым шагом станет включение курса «Инновационная экономика и технологическое предпринимательство» от РВК в учебную программу ТПУ. Студенты из России и Финляндии предложили усовершенствовать систему наблюдения за маршрутной сетью Томска. В ТПУ прошла первая международная школа по анализу больших данных для умного города. Ее участниками стали студенты и преподаватели с ТПУ, Иркутского национального исследовательского технического университета и Финского университета пригладных наук города ВАСА. Они изучали различные инструменты и технологии больших данных, а также как и где их можно использовать в современном городе. Полученные знания они отрабатывали на практическом кейсе. Студенты исследовали пассажиропоток Томска на примере автобусного маршрута номер 19. Мы анализировали данные GPS с автобусов в Томске. Это было такое введение в предмет. И узнали еще немного о машинном обучении. Во всяком случае, для меня это были новые вещи. В итоге победу, по мнению жюри школы, одержала команда Data Heads. Ребята предложили комплексные решения для создания централизованной системы наблюдения за пассажиропотоком. Последний звонок прозвучал 25 мая для более чем 130 выпускников лицея при ТПУ. В этот день со школы прощались пять классов лицея. На праздничном концерте выпускников торжественно поздравили руководителя лицея и инженерных школ ТПУ, учителя и родители. Теперь ребятам предстоит сдать ЕГЭ и поступить в выбранный университет. И нет сомнения, что сегодняшним выпускникам удастся достичь своих целей. Ведь лицеисту уже много лет показывают высокий уровень конкурентноспособности. Это подтверждает и опубликованный в мае рейтинг российских школ от агентства РАЕКС. Лицей при ТПУ вошел в 10 лучших школ России по конкурентноспособности выпускников, а также по уровню подготовки выпускников в технических и точных науках. 9 мая, в день Великой Победы, политехники первыми в городе провели торжественный митинг. Ветераны, курсанты военной кафедры, студенты, сотрудники, преподаватели ТПУ и члены их семей почтили память павших минуты молчания и возложили цветы к мемориалу политехникам, погибшим в годы войны. Выстраданные миллионами людей подвиг внесли свой вклад в итальянские политехники. В 1941 году наш рост направил на фронт 631 мобилизованного, в том числе 60 обработчиков. Всего за годы войны в ряды защитников отечества были призваны более 700 политехников. И нет такого фронта, на котором в войне не воевали. 205 из них погибли и пропали в предыдущем. Традиционно волонтеры предоставили участникам митинга георгиевские ленточки. Все вместе, пришедшие на митинг, исполнили гимн России, а затем студенты военной кафедры приняли участие в общегородском параде. ТПУ получил две премии на международном конкурсе вузов «Интернационализация высшего образования-2018» и стал одним из рекордсменов по наградам на мероприятии. Вуз стал первым в номинациях «Мобильность студентов и преподавателей» и «Интернационализация программ обучения». Проблемы современной химии в ТПУ обсудили студенты и молодые ученые из 16 стран. В ВУЗе прошла 19-я международная конференция «Химия и химическая технология в 21 веке» имени профессора Кулева. В Стугольме прошел Арктический партнерский форум, где обсуждалось развитие арктических исследований. Первый такой форум принимал Томский политех в 2016 году. На форуме 2018 года работала представительная делегация ТПУ во главе с ректором Петром Чубиком. Политехнику Павлу Стрижаку присвоено ученое звание профессора по специальности теплофизика и теоретическая теплотехника. Таким образом, на сегодняшний день он стал самым молодым профессором по званию в ТПУ. Ему 33 года. Команда студентов ТПУ, получив 6 дипломов, стала лучшей в третьем туре Всероссийской олимпиады по высшей математике. Проходил тур в Иркутском национальном исследовательском техническом университете. Более 120 участников из 30 стран мира представили в ТПУ свои научные инициативы на Всероссийской конференции для иностранных студентов. Иностранцы представили свои доклады на четырех научных секциях и обсудили проблемы русского языка. Университет стал площадкой для межрегиональной научной конференции «Нравственные ценности и будущее студенческой молодежи». Представители церкви, региональной власти, университетов и СУЗов обсудили в ТПУ вопросы духовно-нравственного просвещения студентов. Студенческие отряды ТПУ стали победителями традиционного городского конкурса «Снежная вахта». Политехники помогли убрать от снега 289 объектов. В мае университет присоединился к празднованию Первого Международного Дня Света. В ТПУ прошли открытые лектории, мастер-классы и экскурсии по лабораториям. 18 политехников стали стипендиатами предыдущих поколений. Эти стипендии выплачиваются из средств фонда целевого капитала – эндаумент фонда ТПУ. В этом году размер единовременной стипендии вырос для студентов до 24 тысяч, для преподавателей – до 36 тысяч. Легендарный струеотряд ТПУ «Каникулы» отметил полувековой юбилей. На праздники собрались ветераны отряда и нынешние бойцы. Они вспомнили, как развивалось струеотрядовское движение, рассказали о планах на новый трудовой семестр и исполнили свои любимые песни.